Восвитая служба информации и телерадио компании Гомель, у студии працуе Наталья Игнатенко. На выборах депутатов мясовых советов 28-го скликанья Жихары Гомельской области продемонстровали высокую активность. Это означает старшинка областной выборной комиссии Алексея Неверов. На протяжении сегодня информация о входе выборной кампании поступала в областную комиссию. Именно тут наши корреспонденты отримали самое последнее, даденное на этот час. В составе областной выборной комиссии 13 человек – представители общественных организаций и работных коллективов. На протяжении сегодня они выражали все вопросы, которые отвечали к компании. У приватности каждые две годины тут отримливали оперативную информацию о обходе голосования на всех 1022 выборчих участках, якая после опрацовки и обогульнения передавалась в Центральную республиканскую комиссию по выборах и проведении референдума. На 18.00 число прогословавших избирателей составляет в среднем по области 76,12%. Отмечается очень высокая активность избирателей. На участках стабильная и спокойная обстановка в соответствии с действующим законодательством. Среди районов, в которых отмечается высокая активность избирателей, можно отметить, как Наравлянский район, Хойневский, Чечерский. А зараз больше подробязно про то, как проходили выборы депутатов Мясовых Советов в Гомельской области. На выборчие участки и еще до их официйных открытий накировался наш корреспондент Олег Синцеров. 7 годин, 45 хвилин ранится. До открытия выборчика участка застается 15 хвилин. Усе члены комиссии подоходят до скрини для голосования. Ее опечатывание – обоязковая процедура, якая у этой хвилины отбывается на всех 1022 участках, які створены в Гомельской области. Максим Кирьянов на 19-й участок приходит к рыху ранней и поспевает, ознайомится с выставой техничной творчести наученцев системы профессиональной технической эдукации. Для Максима это тем больше цикало, что он и сам займается вынаходницем на Гомельщине. Максим вядомый, як распроцовщик пальчатки для инсультников. До речи, гэтае выборы для его першая. Кажет, что с программами кандидатов ознайомимся подребязно и отдал перевагу тем, кто саправдым уже унести реальный уклад у развития региона. Крыху поздней Максим Кирьянов поделился с журналистами опошними новинами по укоронению своей распроцовки. На данный момент проект пальчатки необходимо доработать сам корпус и прототип устройства. Был выигран грант Государственного комитета по науке и технологиям, порядка 13 200 рублей. Только появятся эти деньги, будет приобретен 3D принтер, будут приобретены компоненты для выпуска и уже будут изготавливаться сами прототипы основные. Еще один участок открытый в Гомельском державном колледже мастерства у меня Соколовского. Тут выборщикам пропонуется целый комплекс послуг. От дегустации продукции перепроцовщих предприемств в области до непосредных гандлю за минимальными наценками, причем побачь за традиционными товарами, блины на любой густ, 18 лютого ГТШ и Масленица и обовязковая для установок культуры концертная программа. Квартет номер 156 Йозефа Гайда. Не только для аматоров музыки, але и в уголе усих выборщиков. Сочиня Гомельска Гагарова Конкамы Петр Кереченко на этом участку голосует постоянно. Кажа, для его, видимо, важно, как городский совет был профессиональной идеей сдольной, тогда будут вырешаться, саправдой, самые актуальные задачи. Спокойно, планомерно, системно решать вопросы развития и жизнедеятельности нашего города. Поэтому хотелось бы, чтобы и новый состав депутатский, вот, такую преемственность сохранил, чтобы такие же отношения, конструктивные, деловые отношения, они выстраивались и в дальнейшем. Участок для голосования номер 22 по Аспартаковской выборчай окрузе, размещенный в историчном и вельми пригожем будинку одним из корпусов Гомельска Державного Университета. Это имя Франциска Скарыны. Местовые выборщики за счеты вызначались своей активностью. И в этой выборе у Совета выключением не заявляются. У 10 годин ранницы на участок приезжает сточиня Абровок Конкамы Владимир Дворник. Кажа, что свядомо при мое удел у голосования минавито у основный день выборов. Можно оценить не только организацию выборчей кампании, а не и настрой людей. Что отличается у властных выборов, то тут один принцип. Отдавая свой голос, конечно, мне хочется, чтобы у власти были профессионалы. Те люди, которые сегодня понимают, что такое экономика, понимают, что такое социальная сфера. Те люди, которые прошли определенный путь. И те люди, которые могут принимать здравое решение. Поэтому для меня важно, чтобы это были достойные люди. Творить умовы для того, как удел у выборов приняли у сежек Рыгуминской области. Для членов участковых комиссий, это была их главная задача. Уже у час удокладнения список выборчиков, якое проводилось у другой полови студене, начали приниматься заявы по организации голосования по месту жихарства. Принимались такие звороты и сегодня. А прича того непосредственно на самих участках. Для людей с обмежеванными физическими махтемостями предупредили специальное пристосование. На всех выборчих участках есть такое специальное повеличенное шкло для людей с обмежеванным взроком. А прича того, для этой же категории предупредили трафареты, в которые укладываются бюллетени и на обмежах можно вызначить, где поставить отзнаку. А прича того, на шмат таких участках, организована работа волонтерских отрадов, члены которых оказывают допомогу усим, кто имеет в этом потребу. Выборы у местовой советы депутатов на Гомичине находятся под постоянным контролем наглядальников, во первую очередь внутренних, от политических партий, громадских организаций и прасовных коллективов. Навод Калинекта на полный участок по разным причинам покидая участок. Весь процесс все равно застается под постоянным контролем. Присутствуют наблюдатели и от Союза молодежи, и от Белой Руси, и от Совета ветеранов. Присутствуют наблюдатели от, если сад, например, если брать трудовые коллективы, то от то же самое государственное учреждение образования США номер 72, профсоюзы работников науки и образования. Ну, в общем, если взять в среднем, то где-то, наверное, порядка 9-12 наблюдателей на каждом участке присутствует. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадио «Компания Гомель». До речи, сгодно с информацией областной выборчей комиссии, сегодня за ходом выборов ожитивляли контроль 6533 наглядальники. Каля 600 из них представляли политические партии. Криху больше, как 5000 – громадские объединения. Сирот политических партий наибольшь значную активность проявили члены Коммунистичной партии Беларуси и Республиканской партии «Працы и справедливости». 314 и 209 человек ответно. От громадских организаций самый высокий процент наглядальников зарегистрованы у Федерации профсоюза в Беларуси, БРСМ и Белой Руси. А про чатаго стабильный интерес до важной политической кампании проявили Беларуский союз жанчин и Белорусское громадское объединение ветеранов. Для некоторых тысяч выборщиков в области эта кампания стала первой в жизни. На протягу дня на участки для голосования приходят жихари региона, яким недавно исполнилось 18 годов. На выборщих участках кажут, что до ушанования тех, для кого эти выборы первые, пошли рыхтоваться еще месяц тому. По часу докладнения список выборщиков, эту категорию выделили особенно. Потом каждому из них потелефоновали и Ашера запросили прийти на выборшие участки. Для этого человека это очень важно – впервые исполнить свой гражданский долг. Тем более, что ребята будут принимать участие в выборах и в Гомельский областной совет депутатов, и в Гомельский городской совет депутатов. Мы всегда приглашаем их к нам на участок. Наши шефы готовят им сувениры, а наши ребята, члены миротворческого отряда в торжественной обстановке, эти сувениры им вручают. Ушанования тех, кто пришел на выборы у першиню, проходили на усих без выключения участках. На 20-м, яке размещены у 27-й средней школе Гомеля, гэтой процедурой надали особливую урошистость. Уже некольких годов установа мая статус «Школы Миру», а тому урушить подарунки тут запросили навученцев, которые занимаются миротворшей деятельностью. Навученка Мазырского державного медицинского колледжа Юлия Суднека, урадженка Гомеля и после закончения установы мая намер вернуться в областный центр. Кажа, от депутата у местовых советов у значной ступени будет залежить, в каких умовах ей жить и працавать. По специальности я буду медицинская сестра. У меня не безразлично, на каком оборудовании я буду работать и где будут лежать мои пациенты. Мои сверстники, кому 18 лет, все ходят на выборы и считают, что это нужно. Ушанование выборщиков у Гомеля проходит на протягу усяго дня с урушением подарунков и наказа от старшины Аблоканкама. Тебе необходимо вызначить тех, кто сумленно и бескорыслево будет представлять тебе и твоих близких, твой район, органах местового самокерования. Упылнены удумливый подход, отказность и головная любовь до земли, на которой мы живем, да помогут сделать правильный выбор, головица у звороте. До этих слов могут долучиться, напевно, все люди старшего поколения. По час их молодости на выборы я не так сами шли, как на свята. В клубах танцы были все. Молодежь очень шла тогда именно, чтобы проголосовать. Я вспоминаю, это был как раз выбор в Верховный Совет Союза. И просто нет слов, чтобы рассказать, с каким удовлетворением и интенсивным молодежь и люди шли для голосования. Аликшин Чуров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадиокампания «Гумель». Не глядячи на макшимость принять цю делу голосованье на дому, многие грамадяни шанонага узросту вырошили наведать свои участки. Урешті им важно отчуть атмосферу гэтай падеи, пагутарить з людьми. С самого ранку на выборчий участок при полном параде завітав кавалер Ордена Працовной Славы трех ступенев Рыгор Федарцов. Журналистам Рыгор Иванович каже, что за все, где особисто приходит, как выконать свой грамадянский обовязок. Рыгор Федарцов у 1950-м 17-ти годовым юнаком улоткавался на завод «Гомсельмаш». За долгий працовный шлях он отримал не одну з нагороду. У Тымлику и Ордены Працовной Славы трех ступенев. До будущих депутатов Мясовых Советов у его потребовань непростые. Я уже пожелал, чтобы которых выберут, чтобы они были честными, справедливыми, людьми. Не меньше активно, чем хамельчане сегодня демонстровали свое волевое выявление и жихары сельской мясцовости. Особливость выборов у вёсках и посёлках у тем, что кандидаты у депутаты и выборщики – нередко соседи. Об этом, как проходило голосование у Будыка-Шалевском районе, репортаж Максима Савина. У городским посёлку Варович сегодня два святы – выборы и Масленица. Причем обо два на одной локации у делу важной падеи политичного життя краины жихары прымают у стенах городского дома культуры. На пляцовце перед установой масленичные гулянни с усими атрибутами – блинами, песнями, гульнями и пуделом зимы. У список комиссии на участку для голосования номер 6 без малого – 2000 выборщиков. Амаль Павлова з'их отдали свои голосы до терминного. У основной день выборов процессы, где так само вельми интенсивно. Досрочное голосование тоже шло у нас очень активно. Это 48% избирателей, которые проголосовали. И сейчас, вы видите, у нас на участке шумно, люди активно идут, с настроением, радостно. Алена и Михаил Кабаевы говорят, что пришли голосовать за будущее своего населенного пункта. Списк кандидатов выучили добро. С многими, кто выдвинул своя кандидатуру в сельский совет, знаемые особисты. А тому своим выборы упълнены. Все люди проверены. Уже они во второй созов избираются. Они были на 27-м созове кандидатами в депутаты. Мы голосовали с чистой совестью и за тех людей, которых мы знаем. Думаю, что это нам все-таки поможет нашему поселку. На участку номер 27 размещенному агрогородку «Октябрь» голосуют жихары четырех населенных пунктов «Пыцьковки», «Чараполки» и «Червоного октябра». У список выборщиков амаль 750 человек. Больше з них проголосовало до терминова. Остатние робят гэта уасновный день. Тембольш, есть и ашчэдна подстава прийти до выборчого участка, який размещен на усельском доме культуры. Гэта масляница. Тут так само вырошились получить две падеи политычную и забавляльную. Там у мясцовые жихары все больше приходят с семьями. Люди идут в хорошем настроении, идут, голосуют, в особенности за местных, местные советы депутатов, ну, как бы за своих, за тех людей, которых они знают. Увогуле, активность выборщика у сельской мясцовости вельми высокая. Упершу чаргу тому, что выбор, який яны робят сёдня, адабьется на житти непосредственно у их мясцовости заутро. Максим Саин, Валера Ига Паньколь, телерадио компания «Гомельс» Будо Кошалёвского района. На всех участках для выборщиков в регионе подрихтовали насыщенные информационно-забавляльные программы. На протягу дня тут можно было отримать разнастайные бесплатные консультации. У приватности юридичную допомогу жихарам региона оказывали юристы и специалисты Федерации профсоюза в Беларуси. По пытаниях здорового ладу життя можно было звернуться до медиков и супрацовников «Червоного окрыжа». Особенно можно выделить концертные программы, в делу яких приняли как профессионные, так и самодельные коллективы и артисты. При этом самому молодшему удельнику, який вышел на сцену, оказалось усяго крыху больше, как два с половой годы. Вогулю минавито юные артисты сегодня корысталися наибольшей увагой публики. Дети с огромным удовольствием всегда принимают участие на всевозможных мероприятиях. Очень серьезно к этому всегда подходит, очень дисциплинированно подходит, несмотря на то, что очень маленькие. И сегодня просто счастливы. Для них каждое выступление это большой праздник. У делу масляничных гуляннях сегодня приняли тысячи гамельчан. Святочные пляцовки разгорнулись во всех районах областного центра. Чем сделали жихоров организаторы свята, ведает Татьяна Болгова. Масляницу гамельчане сустракали сегодня на восьми святочных пляцовках, окроме традиционных мероприемств, таких, як викторы народной гульной забавы, гостей чекали и сучасное шоу символ масляницы. До них так само пропонували варенье, мед, сметану и гараж чай. Почастоваться этими присмаками могли усе жадающие. Блины наши солнечные, яркие, вкусные, потому что приготовлены с любовью. Масляницу нельзя не любить, потому что это праздник, который предшествует приходу весны. Поэтому все готовятся с удовольствием к этому празднику. И мы, конечно, постарались. Что за масляница, если блина не попробовать? Блины масляные, медовые, блины с вареньем. Всех поздравляю с масляницей. Пусть во всех жизнь будет светлая, как чай, вкусная, как блины. Слава Богу за все, что такие праздники организовывают. На масляницу гамельчане приходили целыми семьями, и каждый находил забавы на властный густ. Дети катались на каруселях и удельничали в разностайных конкурсах, а дорослые могли наведать выставы декоративно-прикладной творчести и послухать концерт, который проходил на головной сцене. Пришли на масляницу первый раз все-таки в осознанном возрасте пришел на масляницу. Блины еще пока не пробовали, сейчас пойдем чуть-чуть позже, надо обойти все, еще пока только пришли. Организация праздника как всегда на высоте, все у нас тут замечательно. Шмат удельников собрал и молоч на масляничный кермаш, который организовали айчинные вытворцы в советском районе Каля Палаца культуры фестивальны. А кроме этого гостей тут так само чекали конкурсы и викторыны одним словом, зиму гамельчане провели весело с песнями, танцами и традиционными присмаками. Завтра же начинается великодный пост, а тому в христианском сенсе сегодняшнее свято присвячается еще дарованню и примирению с близкими. Этот праздник для того, чтобы люди просили друг друга прощения, чтобы как-то очистить свою душу и порадоваться тем, что Господь простит всех. Татьяна Болгова, Игорь Марышенко, телерадио и компания Гомель. И на этом по кулюсе протягивайте сочит за подеями разом с нами. Наступный специальный выпуск новина глядите в 22 годины на телеканале Беларусь 4 Гомель.